Одной из славных страниц хроника освобождения Карабаха, которая, несомненно, будет поминутно составлена в будущем, станет и история боевого пути и подвига ставшего шехидом полковник-лейтенанта Рашада Гулиева. 15 из 37 лет своей недолгой, но яркой жизни он провел на передовой, лицом к лицу с врагом. Его заветной мечтой было отвоевать Карабах. Героически сражаясь с первых дней Отечественной войны Рашад Гулиев погиб в боях за Джебраил. Последняя битва и полковник-лейтенант обратился к своим солдатам и отдал приказ. «Слушайте меня, мои солдаты! За 15 лет моей службы не пролилась кровь ни одного моего солдата. Будьте дисциплинированы, точно выполняйте приказы. Мы должны сражаться и победить, чтобы спустя годы нами гордились наши дети, братья и сестры. Живите так, чтобы будущие поколения хотели быть похожими на нас». А накануне он отправил весточку своей матери и жене, в которой он написал «Не каждый мужчина удостаивается чести стать шехидом. Если я стану шехидом, будьте стойкими». По словам матери Рашада Гулиева Метанадханум, военным Рашад стал не случайно. Он исполнил волю безвременно ушедшего отца, который мечтал, чтобы его сын вырос настоящим мужчиной и патриотом. Рашад Гулиев участвовал в апрельских боях 2016 года. Героически сражался за Лелетепе. Метанадханум рассказывает, что сын всегда хотел воевать в Карабахе. За бесстрашие боевые товарищи дали Рашаду прозвище Джанавар – Волк. Рашад с большим уважением относился к генералу Паладу Гашимову, хотел служить под его командованием и тяжело переживал гибель генерала. Судьба распорядилась так, что Рашада Гулиева похоронили рядом с Гашимовым. «Сообщение о его гибели мы получили 7 ноября. Я горжусь своим сыном и сделаю все, чтобы его дети выросли достойными людьми, как и мечтал их отец», – сказала мать Рашада Гулиева. «Вечная память шехидам и рай их душам. Герои навсегда в нашей памяти. Мы с вечной благодарностью будем помнить доблестных офицеров и солдат, оздавших жизнь за родину». Парламентская оппозиция продолжит добиваться отставки премьер-министра Николы Пашиняна любыми возможными средствами. Об этом заявил на брифинге в парламенте глава фракции «Просвещенная Армения» Эдман Марукьян, передает канал 13 со ссылкой на армянские СМИ. Он отметил, что правящее большинство сорвало внеочередное заседание парламента, на котором оппозиция предлагала обсудить отмену военного положения и выразить ботум недоверия премьер-министру Николу Пашиняну. Парламентское большинство сорвало эту инициативу. «Мы будем добиваться внеочередного заседания и обсуждения этих вопросов любыми законными способами. Мы не дадим повода укрепнуть себя в том, что действуем незаконно», – заявил Марукьян. Тем не менее, тот, кто подписал подобное соглашение, должен уйти, чтобы новый руководитель мог добиться решения максимально выгодных неармянской стороны. Причем делать это нужно безотлагательно. «Время не ждет», – подчекнул он. Кончался один из инициаторов и непосредственных участников Хаджалинского геноцида, председатель Армянского союза добровольцев Ерк Рапа, экс-депутант парламента от Республиканской партии Армении генерал Манвел Григорян. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях член Республиканской партии Армении Карен Авагян. Григорян находился в Нагорном Карабахе 7 октября, однако 20 октября его состояние резко ухудшилось, и по требованию медиков он был срочно перевезен в Армению. Григорян был одним из многих армянских военных преступников, которые должны были предстать перед Гаагским судом за совершенные взверства в Хаджалы, а также на других оккупированных территориях Азербайджана. По собственному признанию активного участника кровавой оккупации азербайджанских земель, на протяжении четырех лет он удерживал в заложниках в своем доме пленного азербайджанца. Напомним, что генерал Манвел Григорян командовал пятой бригадой армянской армии, оккупировавшей Джабраил и Физули. Именно он разграбил Датла-Физулинский район и отличался особой жестокостью по отношению к мирным азербайджанцам в Нагорном Карабахе и азербайджанским пленам. Азербайджанские военнослужащие побывали в доме музея Бульбюля. В шушенном видео, снятое в разрушенном армянами доме музея, четко видно, что музейные экспонаты уничтожены, а дом используется в качестве склада для дров. Кроме того, бюст Бульбюла армяне разбили до неузнаваемости. Отметим, что дом музея Бульбюля функционировал до оккупации города Шуша в 1992 году. Он состоял их с двух комнат и веранды. В этом доме Бульбюль родился и провел свои детские годы. В доме были выставлены детские фотографии Бульбюля и личные вещи. Исполняющий обязанности министра культуры Азербайджана Анар Керимов также показал в Твиттер нынешнее состояние дома музея известного азербайджанского оперного певца в Шуше. Посмотрите на состояние дома музея Бульбюля. Этот дом-музей когда-то был культурным и художественным центром в Шуше, говорится в его публикации. Сотрудники Минкультуры Азербайджанской республики в настоящее время документируют состояние всех памятников в городе Шуша и готовятся к их восстановлению. Отметим, что дом-музей, выдающийся азербайджанской поэтессы XIX века Хуршудбану Натаван, дочери последнего карабахского хана Мехтигули Хана Анджаваншира, также подтвергся армянскому вандализму. Стороны Нагорно-Карабахского конфликта полностью соблюдает режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом, как передает канал 13 со ссылкой на ТАСС, заявил замкомандующего миротворческой группировкой полковник Алексей Полюхович. Режим прекращения огня на территории Нагорного Карабаха соблюдается в полном объеме. Миротворцы выполняют свои обязанности в штатном режиме, отметил Полюхович. Обстановку на постах он охарактеризовал как спокойную. Ранее официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Коношенков заявил, что российский миротворческий контингент выставил наблюдательный пост у действующего монастыря Додевянг в Кельбаджорском районе Карабаха. Командование миротворческого контингента организовано взаимодействие с местными администрациями по решению вопросов общин религиозных конфессий. По просьбе местных жителей российскими миротворцами выставлен наблюдательный пост у древнего христианского памятника. Действующий монастыря Додевянг в Кельбаджарском районе, сказал Коношенков. По его словам, при посредничестве российских миротворческих сил прорабатывается вопрос о свободном посещении монастыря прихожанами. Главы МИД стран ЕС рассмотрят события в Нагорном Карабахе. Как передает канал 13, об этом сообщает Интерфакс. Мы приветствуем прекращение огня, которое необходимо для поиска политического решения. В этом сейчас наш интерес. Одно из государств-членов ЕС Франция является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и ЕС хочет играть политическую роль в решении этого конфликта. Это и будет предметом дискуссии министров, объяснил чиновник Евросоюза. В целях предотвращения распространения коронавируса и его возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана породлен до 6 часов утра 28 декабря 2020 года, передает канал 13 со ссылкой на оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана. В связи с тем, что последний не фиксируется рост инфицирования COVID-19, принято решение о введении следующих ограничений. Жесткий карантинный режим в городах Шики и Ленкаране, Кахском, Закатальском, Белосуварском, Джалебадском, Масалинском, Исмайлинском, Губинском и Хачмасских районах продлевается до 6 часов утра 7 декабря 2020 года. Срок действия ограничения на пассажироперевозки в Бакинском метрополитене продлевается до 6 часов утра 28 декабря 2020 года. С 00 часов и 0 минут 21 ноября до 6 часов утра 28 декабря на всей территории страны по субботам и воскресеньям приостанавливается работа общественного транспорта. С 00 часов и 0 минут 21 ноября до 6 часов утра 28 декабря по субботам и воскресеньям прекращается оказание услуг на местах по всем видам деятельности, за исключением жизненно важных сверх, в том числе аптек и продуктовых магазинов. С 21 ноября на период действия особого карантинного режима в стране использование медицинских масок во всех закрытых помещениях и на открытом воздухе становится обязательным. Ужесточается контроль за соблюдением этого правила.